Друзья, ну а перед началом данного видео я бы вам хотел посоветовать подписаться на канал Space Engineer. Да, это именно канал нашего подписчика, который сделал мне этот мод, который мы сейчас с вами посмотрим. У парня свой канал. Канал под названием Space Engineer. Он только молодой, начинает развиваться. Если кому-то интересно, обязательно заходите. Парнишка начинает также снимать здесь прохождение Space Engine. Возможно, в будущем будет и Universe Sandbox 2. Так что всем, кому интересно, я ссылочку на его канал оставлю в описании. Ну что ж, друзья, поехали! И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. И мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, сегодня мы посмотрим с вами, рассмотрим интереснейший, на мой взгляд, мод от нашего подписчика Дмитрия Тихомирова. Все ссылочки на парня на его соцсеть я оставлю в описании под видео. Если кто-то захочет рассмотреть данный мод у себя в симуляторе Space Engine, обращайтесь к нему. Итак, друзья, мод под названием, ну, как бы выглядела бы, наверное, Солнечная система, если бы планеты некоторые, которые мы с вами знаем, допустим, Венера, там, Меркурий, Плутон, ну, не газовые гиганты, короче говоря, были бы терраформированы. А также посмотрим с вами интереснейшие пейзажи со спутников газовых гигантов. Ну что ж, друзья, поехали! Короче говоря, давайте. Вот наше Солнце. Ты уже, наверное, обратил внимание, да, что мы рядом с нашей звездой, которая дает... которая греет нас каждый день, боже. Итак, число планет 19... Ой, простите, 12, 19 у нас с жизнью. Так, давайте посмотрим, что вообще здесь такого интересного. Вот Венеру мы рассмотрим с вами отдельно в конце этого видео, так что, пожалуйста, досмотри до конца. Так, смотри, значит, Венера 3000. Давайте перелетим. Я не знаю, возможно, в каких-то роликах я вам показывал, данный мод. Но моды, ребята, стараются переработать, постоянно перерабатывают, делают их намного интересней. Так, что у нас здесь, значит... Ага, окей, ладно, хорошо. Так, значит, наша Венера, Венера, Венера. Посмотри, как она прекрасно выглядит. Это великолепно сделано. Температура у нас 57 градусов по Цельсию. Ну, конечно, да, здесь немножко жарковато. Хотя уже, как бы, такого парникового эффекта у нас здесь не наблюдаются, как это в реальной, да, жизни. Так, парниковый эффект в градусах. 33 градуса по Цельсию. Состав гидросферы – вода. Так, а почему состав атмосферы? А, вот есть кислород, азот, аргон. Хорошо, ладно. Так, тяготение планеты у нас, ну, почти приблизительно к Земле. То есть, ну, в принципе, это хорошо. Так, атмосферное давление 0,48. Ну, насчет тяготения скажу так, что ты бы здесь немножко здесь чувствовал себя как бы легким. Вот. Ну, сравнить тоже с тем же атмосферным давлением, боже. Вот, кстати, скажу так, что мне ребята обещали моды, знаете, на города, на свечение городов, на других терраформированных планетах, которые ребята делают, но они мне кидают. Ребят, вы мне кидаете эти моды, но они у меня не работают. Я не знаю, почему так происходит. Вроде бы я все делаю как нужно, то есть, как вы советуете, но у меня вообще такие ошибки потом возникают, что я вот в прошлый раз, мне ребята накидали моды с городами даже, то есть, установить какие-то города, там поставить, не знаю. У меня Space Engine слетал аж три раза. Вот. Это катастрофа просто. Катастрофа мирового масштаба. Так, а что у нас здесь... Подожди. Это спутник Венеры. А что за спутник Венеры? Меркурий 3000? Да ладно, ты шутишь. Подожди, стой, 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 стой. А как у нас Меркурий оказался спутником Венеры? Я что-то немножко не пойму. Нет, но... Да, действительно, посмотри. Вот, Меркурий. Ну, конечно, он выглядит великолепно. Здорово. Полностью. Смотри, какие там жидкие океаны, вода. Но поверхность все так же, она полностью испещрена кратерами. Вот было бы здорово, если бы все-таки можно как-то было бы поверхность немножко обрабатывать, чтобы... Не то, чтобы заполнять, да, там, терраформировать, а сделать как бы одним целым. Ну, вы меня понимаете, о чем я говорю. Вот. Но мне интересно, почему Меркурий оказался спутником Венеры? Боже. Ладно, хорошо. Так, Земля нас не интересует. Что у нас там? Ну... А, вот здесь, подожди, у нас есть терраформированная Луна. Вот на терраформированную Луну можно, в принципе, приземлиться даже. Так. Давайте опустимся тогда сейчас на поверхность. Так, а что у нас... Подожди. У нас здесь азот, вода, кислород. Атмосферное давление немножко повышено, чем на Земле. Так, тяготение все такое же маленькое. Боже, здесь было бы очень, знаешь, так, ну, легко передвигаться. Один прыжок. Ты прыгнул и перелетел за 150 метров вперед. Да, очень было бы легко перемещаться по поверхности Луны, да еще и на терраформированной. Посмотри, с этой стороны у нас огромный жидкий океан. Просто вот вся вот эта темная сторона здесь у нас полностью покрыта жидким океаном. Даже здесь большая часть. Я скажу вообще, что Луна покрыта абсолютно водой. Здесь, я не знаю, процент суши и воды, не знаю, ну, 8 к 2, наверное, я дам. То есть, 8 процентов воды, да, из 10, из 10 процентов, я имею в виду. Ну, вы хотите из 100 процентов. 80 процентов воды, 20 процентов поверхности. Так, ну, давайте... Сейчас, подожди. Мы вот так вот аккуратно, наверное, пролетим над всем этим чудом. Да, довольно-таки прикольно. Так, а я запустил... Да, я запустил время, отлично. Наше солнышко. Так, атмосфера, все идеально, есть облака. Это все очень, конечно же, здорово, я тебе скажу. Так, подожди, давай-ка. Давай мы на ночную сторону Луны перелетим, терраформированный. И дабы нам не провалиться в океан, пролетаем сквозь вот эти убогие пока что облака. Квадратные, треугольные и всему прочему. И вот так вот мы над водой на Луне. Посмотри, это же здорово, да? Представляешь, как здорово бы смотрелось стоять на поверхности терраформированной Луны, да? И наблюдать на нашу Землю. Это здорово, слушай. Так, ну ладно, давайте, наверное, отсюда будем улетать. И сейчас мы с вами посмотрим... Так, Марс. Марс. Так, у нас Фобос Деймос. Какой-то у нас что за новый астероид? Что это такое? Подожди, что прохладная безвоздушная микротера. У нас новый спутник Марса. Ну, терраформированный Марс я уже неоднократно смотрел. Я пока туда не хочу приземляться. Давайте на самый ближайший спутник Марса перелетим в Фобос. И посмотрим... Так, ну, блин, нет. Я хочу посмотреть на терраформированный Марс со спутника. Давайте вот так присядем. А вот такой у нас красивый Марс. Посмотри, там какие-то ураганы у нас сейчас. Давайте немножко, немножко ускорим время. Ну, вот, наверное, как-то так. Так, ладно, давайте к самому будем переходить, наверное, интересному. Юпитер. Да, и, конечно же, четыре его галилеевых спутника. Боже, это шикарно. Мне многие писали в комментариях под видео, даже по прошлым каким-то терраформированием, ты не рассмотрел некоторые спутники газовых гигантов. Ты не был на их поверхности. Ну что ж, ребят, вот сейчас у нас есть шанс. Итак, первый спутник это у нас Ио. Насколько мы знаем, что на Ио у нас такая вулканическая активность. Это все из-за гравитации, из-за сильнейших воздействий нашего газового гиганта в Солнечной системе Юпитера. И вот, да, мы видим вулканы. Посмотри, действующий вулкан. Давайте на более темную сторону прилетим. Да, у нас, смотри, даже подводные какие-то вулканы. Ох, ох, он просто великолепен. Да, реально он классно смотрится. Посмотри, здесь тоже действующие вулканы. Так, давайте опустимся сейчас прямиком вот так на поверхность. Мы где-то над какими-то вулканами, извергающимися. То есть у нас получается так, что Ио у нас до сих пор, как бы, вернее, на Ио у нас действуют силы от Юпитера. И у нас здесь постоянно возникают какие-то, не знаю, вулканы, извержения, всему тому прочее. Так, это у нас, я немножко ускорил время. Так, солнце. Почему я не вижу Юпитер? Я вообще хотел... Сейчас, подожди. Давай мы сейчас сделаем так. Мы перелетим на дневную сторону этого спутника. Найдем какое-нибудь место, где можно приземлиться. Какую-нибудь поверхность. Я не знаю, немножко остановим время. И вот таким образом мы с вами сейчас пролетим над поверхностью. Посмотри, здесь есть растительность. Так, прорисуется, да? Здесь есть трава. Здорово. Так, где у нас Юпитер? Где у нас Юпитер? Почему я его не вижу? Так, стой. А, вот, вот наш Юпитер. Посмотри. То есть он великолепно сейчас смотрится на дневном небе. Я бы даже сказал. Здорово, да? Смотри. Классно было бы наблюдать вообще данный газовый гигант с любой поверхности любого спутника. Так, ну давай немножко ускорим время. Дождемся, наверное, заката солнца. И посмотрим на Юпитер. Стераформированного Ио. Так, подожди. Давай, 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 родное солнышко. Заходи у нас за горизонт. И вот, вот такую красоту, в принципе, можно было бы наблюдать на Ио. Это фантастика. Это фантастически просто. Слушай, но, Дима, спасибо тебе огромное за этот мод. Боже, четыре галилеевских спутника, и они полностью терраформированы. Здесь просто потрясающие виды на Юпитер. Смотри, мы, кстати, наблюдаем другие спутники. То есть там у нас Европа, Ганимед, Калиста, я так понимаю. Слушай, если бы я знал, я бы, знаешь что, я бы записал отдельное видео по терраформированному газовому гиганту Юпитеру и Сатурну. Да, вот сейчас мысля у меня такая даже прямо-таки пролетела. Так, ну давайте промотаем немножко время. Давайте полностью сейчас, пускай у нас наступит ночь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понятно. Ну, я понимаю, наш спутник настолько мал, что у нас здесь очень быстро проходит ночь. Так, ладно, давайте улетать, короче, отсюда. Так, я хочу еще рассмотреть спутники нашего газового гиганта. Это у нас следующий спутник Европа. Да, полностью такая умеренная океаническая мини-аквария с жизнью. Ну, я бы не назвал бы, конечно, это мини-акварией с жизнью, если бы все настолько было терраформировано, была бы жизнь, то здесь жизнь была бы очень сильно распространена на этом спутнике. Так, ганимед, давайте перелетим к ганимеду, посмотрим, что у нас там. Так, я так понимаю, ну, тоже у нас есть тут поверхность. Подожди. Давайте, давайте присядем на ганимед. Какие-то спутники мы отсюда увидим? Нет, по-моему. Ну, давайте ускорим тогда... Подождите, давайте ускорим время. В течение времени, пускай у нас здесь наступит ночь, я хочу отсюда посмотреть на Юпитер. Чуть-чуть быстрее. Посмотри, отсюда видно... Так, это у нас Европа. Хорошо. Юпитер. Вот, кстати, Юпитер сейчас будет уже на восходе. Так, у нас наступают сумерки. Подожди, надо немножко повыше на горизонт подняться, наверное. Вот, отлично, вот отсюда будет так хорошо видно. Газовый гигант. Блин, офигенно здесь, слушай, тут обалденно проработанные все вот эти долины. Магеллановые облака вон там. Да, здесь на этом спутнике было бы замечательно, так, знаешь, провести свое время. Так, ладно, Калиста. Давайте посмотрим Калиста, умеренная морская мини-терра с жизнью. Так, что у нас здесь? Так, у нас вода, кислород. Ну, это понятно. Температура 11 градусов. Ну, достаточно, в принципе. Парниковый эффект у нас 168 градусов. Парилка, боже. Там, я смотрю, тоже какие-то возникают вихри или что-то вроде ураганов, да, по-моему. Какая-то разрозненная такая равнина поверхность. Непонятно. Так, ладно, давайте... Так, Сатурн. Ну, что у нас по Сатурну? Так, Диона, Рея, Титан и Епетас. Но меня больше всего интересует Титан. Такой наиболее изученный спутник Сатурна. Вот наш Титан. Умеренная морская субтерра с жизнью. Он полностью покрыт водой. Так, атмосферное давление 1,2. Состав гидросферы вода на 3-хлор. Атмосфера, так, ну, понятно. Аргон, азот, вода. Хорошо. Температура 12 градусов. Что у нас по Дионе? Морская микротерра с жизнью. Подожди, вот здесь я, наверное, на Диону сейчас опущусь. Да, я опущусь на поверхность Диона. И сейчас мы с вами... О, посмотри. Посмотри, какая здесь... Какое здесь большое, наверное, это... Ну, скорее всего, какой-то океан, наверное. Если бы этот спутник был бы терраформирован, это было бы каким-то, наверное, океаном огромным. Ну, и на вечернем небе мы с вами увидим вот такой прекрасный Сатурн. Да, боже. Посмотри, здесь отлично видно его луны, Тефия, Мимос, Энцелад. Так, что у нас еще здесь есть? Подожди, стой. А, карликовая луна Янус. Давайте немножко ускорим, наверное, время. Я хочу посмотреть здесь движение вообще всех этих спутников на ночном небе. Ну, даже на рассвете можно было бы наблюдать у нас Сатурн. Какие-то спутники. А вот сейчас у нас заход солнца. Ну, здесь было довольно-таки ярко, я тебе скажу. Потому что очень... Очень сильное отсвечивание от газового гиганта Сатурна у нас идет на поверхность нашего... нашего спутника, да. Так, ладно, давайте посмотрим Плутон. Плутон у нас тоже терраформирован. Вот, Дим, тебе огромное спасибо за то, что ты Плутон терраформировал. И вообще внес его сюда. Стой. А что с планетой? По-моему, Дима, ты что-то здесь не доделал. Плутон у нас... Я, конечно, понимаю, что это органическая, многоклеточная морская жизнь, но что-то он как-то выглядит непонятно. Ладно. Так, Харон. Где у нас Харон? Давайте перелетим к Харону. Ну, я скажу, что это более смотрится, знаешь, на какой-то газовый гигант более похоже. Ну, или поправьте, либо это... Стой, подожди. Давай, вылетаем с его поверхности. Да, я видел и только что мы видели с вами воду, да? Но это больше похоже на какой-то газовый гигант. Ну, возможно, такая плотная атмосфера, как на Венере, что ли. Что это? Не пойму я. Ладно, хорошо. Так, у нас есть еще Уран. Давайте перелетим к Урану. Ну, там у нас, кстати, тоже, по-моему, терраформированы три спутника. Ариэль, Титания, Аберон. Так, это у нас все та же умеренная морская микротерра с жизнью. Да, ну, здесь вроде бы как бы так стабильно смотрится, но, опять же, как-то более похоже на газовые гиганты. Так, ну, вот, в принципе, как-то так, наверное. Я скажу, что мне очень понравилась эта терраформированная солнечная система. Очень здорово все сделано, проработано. Так что, ребята, если хотите попутешествовать по терраформированной солнечной системе, и Дима, кстати, скоро зальет этот мод в мастерскую Steam, ребятки. Space Engine. Так что не пропустите, следите. Вот, ну, давайте посмотрим Венеру, которая... которая у нас... Вот, смотрите. Вот наша Венера, которая выглядела... Как она выглядела, вернее, 150 миллионов лет назад. Но здесь тоже что-то опять пошло не так. Ну, я понимаю, что я Диму поторопил, наверное, так что, Дима, это... Ладно, это мой косяк, так что извини меня. Но все в остальном, Дим, ты сделал очень классно. Спасибо вам, ребята. Всем хочу сказать огромное спасибо. Всем тем, кто делает, старается для меня какие-то моды. Ребята, всем вам спасибо огромное за поддержку. Ребят, вы самые лучшие. Ну, вот такое видео, ребятки. Всем, кому понравилось, обязательно, ребята, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать наше новое видео по Space Engine. Друзья, и помните, космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok